Доброе утро, друзья! Мы находимся сейчас в Мексике, в Мексико-Сири. Здесь находимся недолго, уже несколько дней. Мы побывали на низких служениях. Знаете, интересная мысль, что пришло мне в голову, это когда мы разговариваем с людьми и не понимаем друг друга. Мы пришли на собрание, но не было переводчиков. Но находишься среди людей, которые верующие, ты в духе получаешь благословение. Он вспомнил то первое проклятие, которое... Одно из проклятий, которое Господь высвободил на человечество. Посмотрев на то, что люди имели один язык, одни стремления, хотели построить себе имя, где-то разойтись. Господь говорит, что они очень хотят это все сделать и не остановятся. И смешал языки. Вы знаете, может быть, мы не понимаем друг друга. Иногда в разных странах, с разных акцентов, может быть, даже в самой Украине, Запад, Восток и Юг, мы это не понимаем, потому что мышления немножко различны. Но когда мы соединяемся вместе в Иисусе и Мессии, в Ишуаха Машех, тот, кто наш Бог, который соединил нас вместе, да в духе мы одно целое. Перед именем Его склонится всякое колено земных и преисподних. И в Откровении Иоанна говорит о том, что я видел тысячи и тысячи и практически миллионы людей, которые говорили одно. Это достоин. Достоин снять печати. Они говорили об Иисусе, который победил, об Ишуа, который стал царем, царь славой. Он единственный, кто достоин. Имя, которое превыше всех имен. Имя Ишуа. И это имя на наших устах, то, что соединяет вместе разных людей. И мы, когда попадали на собрание, когда попадали в атмосферу поклонения и служения, мы понимали друг друга. Потому что дух говорит в духу, от славы в славу, от духа в бывший. И мы были виденными. Поэтому моя мысль очень проста. Мы можем не понимать друг друга на языке, в котором мы родились, но в духе мы всегда едины, потому что у нас одно имя. которое превыше всех имен. Это имя Ишуа Мессии.